Ну все, камерку я подключил, сейчас я здесь запускаю программу, изначально я вставил сейчас диск, сейчас покажу что есть на диске, здесь на диске есть вот такие папочки, есть программа General CMS, которая позволяет работать с этой камерой, смотреть видео, там записывать, значит дальше Mobile Monitor, какая-то, а тут приложение есть, какие-то различные для Android, я честно сказать их не ставил, я расскажу чуть позже про приложение, тут мануалы какие-то есть, какая-то такая информация, которая в принципе мне особо не интересна, папочка order, тут тоже вот различные, есть настройки по портам, тут по скриншотам на email, тут какая-то документация в общем присутствует, это хорошо, потому что бывает вообще ничего не найти в интернете, софтвар это опять-таки General CMS версия 3.1.0.4 и документация по ней, вот же она же лежит здесь, так в Tools, и вот самое интересное режиссер Tools, и вот Config Tools, и здесь вот эту программу надо поставить, самый удобный способ найти камеру, подключить настрой, General Device Manager, я уже установил, вот она здесь вот ярлычок, дальше есть плагин, тоже необходимо поставить его для работы с интернет-эксплорером, для конфигурирования через веб-интерфейс, плагин устанавливается, у меня он уже стоит, NetSDK и ческать не знаю, там какие-то тоже непонятные файлы лежат, плеер, тоже какой-то плеер, ну в общем тоже, наверное, его рекомендуется поставить, я все это вставил, дальше юзер-мануалы тут есть, IPC-series, вот мануал по работе Quick Guard, то есть для быстрой настройки мануал тоже в принципе можно изучить, для OS есть программка, вроде бы как, ну все, я значит поставил монитор, девайс-менеджер, значит первым делом его запускаем и нажимаем кнопочку IP-search и если в вашей локальной сети обнаружится камера, то они отобразятся наверху, вот пожалуйста, у меня две камеры, одна камера, значит это моторизированная камера, обзор который я делал, можете посмотреть вот здесь вот ссылочку, и вот вторая верхняя камера с IP-шником 1.12, но я там уже менял, соответственно она обнаружилась, и что мы можем с ней сделать, вот мы ее выделяем, мы можем открыть окно браузера, вот он с этим открывает, так, здесь можно выбрать и языки различные, так, 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 сейчас, вот он ActiveX предлагает активировать, запускаем, выполнить, все, значит все на русском, видите, появилось имя пользователя, пароль, ну это я покажу чуть позже, значит здесь также есть кнопочка Reset Config, это сброс, то есть не надо ни заходить ни в какие приложения, просто можно здесь прям сбросить, здесь также можно обновить прошивочку, дальше здесь справа мы видим информацию, IP-шник, там здесь порт, HTTP, здесь TCP порт, это медиа порт, через который передача данных идет, MAC-адрес, здесь ID облака, который нам понадобится для того, чтобы подключить к облачному серверу, дальше мы здесь что-то можем менять, нажимать модифицировать, если у вас пароль админа стандартный, то вы сюда ничего не вписываете, и можем зайти в Advanced, если у вас другой пароль, то сюда вписываете и заходите, то есть здесь есть настройки DNS, какие-то, вот, для того, чтобы настроить Wi-Fi, проще всего зайти вот в нижнюю настройку, settings, здесь нажимаем search, так, нужно нажать enable, вот, нашли, значит, нашу сеть, значит, IP-шники я так и оставляю 1.12, пароль к сети, значит, я вбиваю, и он должен подключиться, вот, я вбил, значит, информацию нажимаю save, все, конфиг сохранен, еще раз выхожу, иду, отключаю, значит, кабель Ethernet-овский, пробую еще раз искать, теперь по Wi-Fi должен подключиться, вот, пожалуйста, все, сейчас у меня Ethernet-овский кабель выдернут, вот, эта камера IP появилась под 12-м IP-шником, теперь, что мы можем сделать, ну, здесь эта программа я тоже закрываю, захожу в веб-интерфейс, покажу вам, как здесь работать, здесь стандартный пароль admin, без, логин admin, без пароля, здесь мы попадаем в достаточно стандартное окно, и можно, значит, выбрать поток, основной, это максимально 2 мегабита, Full HD или Extra, ну, выберу основной, покажу, как показывает, ну, основное качество видео я, конечно, продемонстрирую, сейчас продемонстрировать не смогу, я потом сниму кусок и прикреплю, ну, вот, у меня он лежит там, камерка, достаточно четко видно, вот, текстуру различную, то есть, все хорошо, если, если брать, например, такой поток слабенький, то, вот, видно, что качество страдает, ну, ладно, в общем, значит, дальше, что мы видим, мы справа здесь вот видим стандартное достаточно управление, но это для матризированных камер, здесь это все не будет работать, вот эти все настройки, это все работы не будет, тут на настройки есть, тут перезагрузки какие-то есть, настройки соотношения, цветности, настройки различной, вот, яркости, ну, в общем-то, я по умолчанию вставлю и работаю с этим, дальше внизу здесь кнопочка развернуть на весь экран, есть кнопочка вид один, который ничего не меняет, есть кнопочка воспроизвести все каналы, ну, то есть, у нас тут один канал, то есть, это остановить, то есть, он просто останавливает картинку, скриншот сделать и запись всех каналов, ну, тут нету некуда записывать каналы, поэтому звук точно также там нету выхода на самой камере, поэтому включать-выключать бесполезно. Значит, что мы здесь можем сделать? Воспроизведение здесь тоже, в принципе, только, ну, ничего нельзя сделать, то есть, только локальный, например, какой-то, если мы вдруг запишем, здесь запись сделаем, через само приложение вот это, тогда можно воспроизвести, а удаленный не сможем, потому что нету флешки, там, карты памяти, ничего нет. Журнал, значит, здесь мы можем посмотреть журнал, различные операции, вот, соединение успешно сделано. Значит, основные настройки находятся здесь, в устройстве. Также, с правой стороны, вот, можем видеть бар-коды, значит, приложений различных. Так, здесь мы видим настройки записи, но они здесь тоже будут неактуальны, потому что здесь камера это сама писать никуда не может. Дальше, ну, стандартный просто интерфейс, его не стали переделывать. Настройки фото тоже, в принципе, неактуальны, некуда сохранять. Значит, дальше есть настройки тревоги, то есть, по движению он будет, значит, можно включить, чувствительность сделать какую-то, настройки области можно сделать. То есть, вот это вот выделено, то есть, еще раз, вот, синеньким, когда, это значит, что оно работает, то есть, вся область выбрана. Если вот мы убираем, то, соответственно, мы вот убираем вот это вот из области. Так, дальше, настройки времени, когда будет работать этот датчик движения, то есть, всегда там или по дням, по времени. Так, дальше, настройки интервала 2 секунды, задержка 10 секунд, то есть, это, ну, сколько, например, между различными движениями будет задержка, чтобы срабатывал еще раз датчик. Так, дальше, соответственно, можно тревожный выход, но здесь нет тревожных выходов, как таковых, запись канала тоже не будет работать, снимок тоже не будет работать. Это, по большому счету, информация для передачи, ну, например, на регистратор, чтобы регистратор определился движение, что камера продает движение, и камера подает сигнал регистратору. Можно, конечно, настроить, значит, но я потом, да, позже покажу, как настроить отправку email. Также можно настроить по движению, чтобы снимок сохранялся где-то на FTP. Zoomer здесь не будет работать, мобильное сообщение тоже не будет работать, запись в журнал можно сделать. Ну, по большому счету, вот такие настройки. Также есть саботаж, саботаж, значит, это, значит, закрытие, то есть, мы видим, здесь на картинке нарисовано, что рукой вот кто-то закрыл. картинку и сработал саботаж. То есть, там, чем-то залепили, закрыли, тоже можно выставить, значит, включить. Настройки тут различные уровни есть. Это тоже нужно, по большому счету, для, ну, можно, конечно, если камера без регистратора используется, то отправку по email делать, что кто-то там закрыл вам видео. Но, по большому счету, это информация, в основном, только для регистратора. То есть, регистратор может об этом сообщить. Значит, с этой настройкой тоже все понятно. То есть, можно, конечно, информацию посылать, там, вдруг если кто-то закрыл по FTP или по email, но если не использовать регистратор. Потеря видео, точно также, в принципе, такая настройка, то есть, что такое потеря видео. Это, значит, ну, например, камера сглючила и перестала передавать видео. И, соответственно, об этом можно проинформировать, если все еще камера работает. Тревожный вход, тревожный выход – это еще не рабочие. Ошибки. Также можно проинформировать о различных ошибках. Устройство хранения не существует. Нехватка пространства в хранилище. Отказывается от хранилища. Конфликт IP-адреса. Разрыв соединения. То есть, все это можно проинформировать отправкой. Мобильный – не знаю, не уверен, но, значит, отправка – это email, скорее всего. И зуммер. Но зуммера здесь тоже нет. Так, дальше настройки. Основные настройки находятся здесь. Значит, здесь общие настройки времени. Можно выставить вручную. Либо потом дальше покажу, как использовать автоматические синхронизации времени. С сервером. Если будет интернет, конечно. Значит, так. Разделитель. Формат. Здесь выбираем по умолчанию русский. Перезапись – это не актуально. Номер. Ну, тоже особо не интересный. Стандарт. Я ставлю PAL. Значит, тоже можно настроить компрессия. Компрессия – это вот интересная настройка. То есть, здесь вот у меня стоит кодекс от ВИСНАШ 264. Разрешение максимальное. Можно поменьше сделать. Сделать 720 либо D1. Это совсем слабенькое. Частота 25 кадров. Можно выставить вплоть до одного. От одного до 25 кадров. Битрейт стоит плавающий. То есть, можно ставить фиксированный битрейт. И здесь вот задавать до 8 мегабит. От одного до 8. Либо ставить, соответственно, плавающий битрейт. Я предпочитаю плавающий. Меньше места занимает качество. Практически не хуже. Так, интервал в кадрах. Значит, два кадра. Здесь ничего, в принципе, не трогаю. Видео-аудио. Ну, аудио можно ставить, не ставить. К микрофону все равно от этого не появится. Это профили различные. То есть, здесь можно, конечно, тоже ставить. На это будет как на размер файла, на качество видео влиять. Но, как бы, это надо экспериментировать. Я точной информации по этому не скажу. Это настройки самого кодека и сжатия. Так, здесь тоже, соответственно, можно. Это настройки резервного потока второго. Который будет отображаться. Который, в принципе, нужен. Там, в некоторых случаях, чтобы не перегружать процессор. Там, на регистратор передачи, либо на телефон. Как бы удобно использовать резервный второй поток. И тут тоже качество можно настроить плавно достаточно. Так, настройки сети. Настройки сети здесь у меня. Здесь, кроме проводной сети, ничего не выбрать. Можно включить DHCP. И вот тут IP присвоен. DNS сервера можно также прописать. И порты. Вот, значит, TCPIP. Это медиапорт 3, 4, 5, 6, 7. Стандартный 80 порт. Обычный, значит, HTTP. И он VIV порт 8899. Скоростная загрузка галка, что означает, точно не знаю. Приоритет по качеству, по скорости. Тоже не очень понимаю, что это за настройка такая. Сетевые службы. Фильтры IP адресов. Тут можно различных. Настраивать, значит, DDS. Если вы знаете, например, NO-IP. Если у вас есть, можно пробросить. Значит, E-mail. Сюда вписываете включить. Сюда вписываете, значит, SMTP сервер. Порт. Шифрование. Там нету, если есть имя пользователя. И тест проходит. Я, в принципе, на Gmail делал. В принципе, все проходит. Все работает. Так. Я также делал на Яндекс. Вроде тоже работает, но там лучше не злоупотреблять. Могут заблокировать за это дело. Если часто будет рассылка, а не как спам блокировать. Так, NTP. Это настройки времени сервера синхронизации. Тут можно включить. И он тогда будет синхронизироваться с различными серверами. Сюда напишем адрес. Порт. И период синхронизации. Как часто это делать. Либо автовыбор сервера. У меня сейчас было выключено. Вот можно включить, например. Так. PPP. Это тоже настройки сетевые. Различные. Я ими не пользуюсь. ARSP, честно сказать, не знаю, что такое. Но тоже что-то связано с динамическим маршрутизацией. Так. Беспроводная сеть. Тут какие-то хитрые настройки. А. Это понятно. Это в том случае, если есть, например, USB порт. И если подцеплен, значит, модем. 3G модем, например. Но здесь нет порта. Поэтому эта настройка не актуальна. UPNP. Тоже не могу сказать, для чего эта настройка. Вот. FTP. Здесь можно включить FTP сервер. Указать настройки. И он будет в директории. И размер файла. Он будет сюда сохранять картинки. Или может куски видео. В принципе, все это можно настроить. Так. Wi-Fi. Соответственно, у нас здесь все настроено. Это мы все настраивали через девайс-менеджер. Но здесь очень также можно поискать, настроить, включить. Так. Тревожный сервер. Вот это я не знаю, что это за тревожный сервер. Понятия не имею. Так. Это порт RTSP. Это порт для передачи потока, значит, RTSP. Для некоторых, ну, иногда можно плеером, например, принимать напрямую поток, видеопоток с камеры. Здесь, соответственно, настройка этого порта включается и выключается. DASP. Тоже не скажу, что за настройка такая. Cloud. Соответственно, это облако. Можно включить, выключить. Настройка. Вот есть МТУ. И мобильное сообщение доступен. Не знаю, что, как бы, проверяло, но как-то не очень понятно, что это такое. Так. Display. Здесь есть настройки, вот, например, имени камеры. То есть, вот здесь мы видим, внизу написано CAM01. Мы можем написать там любое слово камера, например. Смотрим, сейчас русское будет вынимать. Нет, видите, внизу ничего не появилось, там какая-то крокозябра. Да, ну и здесь он убрал, например. Здесь вот камеру пишем. И сохраняю, смотрим. Вот камера появилась. То есть, он только латиницу принимает. Так. Дальше. Значит, здесь вот можно поставить галку, что будет время. Видите, время отображает. Например, применяя. Так, всё равно продолжает отображать время. Ага, время ещё вот здесь. То есть, это немножко не то. Значит, время здесь можно убрать, убрав вот здесь галочку. Вот оно пропало. И имя, например, если мы хотим убрать время, поставим, например. Чем убрать имя. Вот оно пропало. Верхние настройки вот эти. Это немножко для другого. Ну, я не знаю. Мне кажется, оно здесь не будет работать. Также настройки вот можно потаскать, посмотреть. Здесь время, имя, само расположение поменять немножко. Появилось. Вот мы видим, сдвинулось. Так. Дисплей, значит. РТЗ – это настройки управления. Здесь камеры не управляем, поэтому ПТЗ, ПТЗ и РТЗ то же самое. Настройки камеры есть такие, но тут очень много настроек. И, в принципе, можно экспериментировать, если что-то не устраивает. Если все устраивает, то лучше оставить как есть, потому что эти эксперименты могут до добра не довести. Я уже пробовал, там начинает подвисать камера, если неправильно настроить что-то. Значит, здесь вот экспозицию можно выставить. Ну, это для таких настроек прям, кто прям хочет, чтобы не автоматом, все, а вот вручную. Цвет. Билоси, что такое, не знаю. Шаблоны, вот какие-то внутренние, уличные. Диафрагма, яркость. Стили тут какие-то есть. Переключение день-ночь. Можно выставить вот этот порог переключения день-ночь. Вот это, пожалуй, можно поиграть нас с настроечкой. DWDR. Тоже не знаю, что такое. Значение можно вроде как менять. Антитуман тоже, честно сказать, не очень понимаю, как она работает. Чувствительность. Это, скорее всего, относится к переключению день-ночь. Так, значит, AGC, не знаю, что такое. Затвор низкий. День-ночь. Тут какие-то настройки. ДНР. Не знаю, что это такое. Зеркало, то есть это зеркалить изображение, например. Вот оно зеркалилось у нас. И переворот, например, можно. Кверст ногами перевернется изображение. Ты обратно зеркалил и перевернул кверст ногами. Это смотря как повесите камеру. Мерцание. Тоже в зависимости от того, там, может быть, если направлены какие-то источники с определенной частотой, может быть, вот эта галочка имеет значение по мерцанию, чтобы не было в кадре мерцания. Так, есть, значит, следующие настройки инструменты. Устройства хранилища здесь нет. Хранение. Значит, пользователи. Здесь вот один пользователь админ. Здесь можно добавить всякие группы пользователей. Значит, изменить пароль можно. Админы здесь же. Старый пароль никакой. Новый можно ввести какой-нибудь. Ну и, значит, группы. Можно давать, значит, определенные привилегии управления различным группами. То есть, в принципе, достаточно гибко все. Так, значит, обслуживание. Обслуживание – это перезагрузка системы. Ну, то есть, вот очень бывает полезная штука, когда, ну, вот, например, поставить раз в неделю, чтобы, или ежедневно, например, или раз в неделю, чтобы перезагружался в определенное время. Значит, камерка сама. Это, как бы, более стабильно будет работать. Автоматическое удаление старых файлов устаревших, но тоже не актуально. И автоапгрейд, если обновления какие-то он будет через интернет, их найдет, он может обновить. По поводу автоперезагрузки системы. Я могу сказать то, что вот у меня есть другие камеры, и они, бывает, подвисают. То есть, там, скорее всего, с прошивкой проблема. Я еще пока вот с китайцами общаюсь, с китайцами персонального прошивку. Попробую обновить там. То есть, камера может работать несколько дней, и потом вдруг…